Сегодня 23 число, это значит, что нам уже... Давайте подумаем, если 21 это был вторник, то сегодня четверг, значит нам двое суток. Суфер, надо лицо протереть лицедяркой. Завтра у нас выписка, мы заказали тортик. О боже, я сейчас без очков, впервые оказалась за двое суток, наверное. Денис поехал домой, он тут у нас создал такую атмосферу уюта. К нам заходят врачи, просто такие, молодцы ребята. У нас здесь увлажнитель стоит, ну Денис кроват из дома. Всякие наши тарелки, наши ложки. Мы поставили вторую кровать, как будто он мой сосед. Классно у меня прикид, да? Вот в таких халатиках хожу, такой шишечкой. Вчера сходила в душ, впервые после рода почувствовала себя вообще новым человеком. Конечно, мышцы мои просто в шоке. Как будто после недельки зала все мышцы так болят, так бицепсы болят. Ноги, бедра, икры, ну это собственно все естественно, все понятно. Расчешу волосы хотя бы. Передо мной сохнут носочки, да не могу. Какое все сладкое, какое все хорошенькое. Нас тут роддом поздравил, принес сегодня кофе, шоколадки маленькие, печеньки. И наши две первые фотографии. Нас врач сфотографировала сразу после рода. Нам позавчера получается, да? Ну сразу после рода пришла врач-неанатолог. Показала, как ухаживать, как пеленать, как мыть попку. В первое время, первый точнее раз, казалось так сложно, так все как-так. Она же такая крошка, как можно так обходиться с ней? Вот наши две кровати. Кюветик. Там вот наш светильничек, который нам помогает. Пеленальный столик. Вот эта вот кровать, это вообще что-то гениальное изобретение. Тут есть такой пульт. В общем, я нажимаю сейчас на кнопку, я уже знаю, где она. И тут поднимается спинка. В общем, я могу вот так показать. Она вплоть до вертикального положения полностью поднимается. Это очень удобно потом кормить мне, сидя. Сегодня дождливо, такая погодка. Я люблю такое на самом деле. А вон там у нас пакет. Вот, много-много одежды. Нужно выписку. Сегодня у нас день выписки из роддома. И я хочу привести себе порядок. Сделала масочку сначала для лица. Это, кстати, туалет в роддоме. Ну, точнее, в нашей палате с Денисом. Я не могу это назвать палатой. Мне вообще кажется, что я все это время была не в роддоме, а дома. Ну, то есть, у нас действительно здесь такие домашние условия. Тут душевая кабинка. Просто бьючий блогер. После родов. Масочка для лица. Однажды мне один какой-то сумасшедший врач на осмотре сказал, что это когда я была беременна на 8 или 9 месяц, он сказал. Ну, давай, последние месяцы уделяй хотя бы себе немножко время. Потом забьешь вообще на себя после родов. Это что вообще за настрой замечательный? Мне кажется, вот из-за этого у нас многие женщины и вообще девушки боятся этой темы. Не то, что боятся, а очень много стереотипов с этой темой связано с темой детей. После родовосстановления. Что женщины отращивают 20 в рук. Должны делать все-все-все и ни от кого не получают помощи. Мне кажется, те, кто хочет получить от кого-то помощь, они ее получат. Нужно просто иногда о ней просить и не строить из себя жертву и понимать, что ты на это пошел сам. Ну, короче говоря, это отдельная вообще тема. Я скоро, конечно, я сейчас хотя бы 7 минут с ней посижу с этой масочкой и начну делать свой макияж. Сейчас накрашусь, а потом пойду убирать какашки. Может звучит не очень, конечно, но я прям, знаете, предвкушаю. Хочу быстрее закончить макияж, чтобы пойти к своей девочке. Цвет, конечно, здесь просто от ас. Ну, ладно, это роддом, а не бьюти-студия. Вот наш набор на выписку. Тут просто чего-то только нет. Сначала вот этот бодик пойдет, наверное. Носочки, которые мы еще не выбрали, какие понравятся больше. Рубашка сверху красивая. Шапочка тоже, ну, она какая-то большая. Еще на всякий случай есть вот эта. Тут пеленка. Пеленка, кстати говоря, именная. Тут написано Ева. Ну, там с другой стороны. Все это вот сюда вот прекрасно. Сверху вот так вот. Еще ленточка. Ну, в общем, красота. Выписываемся. Что ты скажешь? Что люблю Сашку. Она большая, но моя мать. Мать-героиня. Я ей поздравляю. Поворачивай шайку. Чтобы она убьет, чтобы она не снигела. Она большая. Субтитры делал DimaTorzok Лера купила Фионы и они распустились именно сейчас Это знак, хороший знак Лера Я тоже не читаю Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok